Увертюра к опере Моцарта «Свадьба Фигаро» исполнил Пермский театр оперы и балета в аэропорту Шереметьево, прямо в зоне вылета. Все подробности у моей коллеги Натальи Лопатиной. Немного передохнув после перелета, музыканты, взяв инструменты, выходят в зал, который, казалось бы, совершенно не предназначен для выступлений. Но для настоящих профессионалов это не преграда. В зале играть приятнее, потому что привычнее играть в зале. Но, в принципе, артист должен быть универсален и играть где угодно, где люди, где людям интересно. Внезапно возникший оркестр тотчас же окружили удивленные и в то же время восторженные зрители. После трехминутной увертюры, бурные аплодисменты, крики «Браво», а у некоторых даже слезы восхищения. Светлана Ражева летит из Шанхая домой в Екатеринбург. В Шереметьево у нее длительная пересадка, но она по этому поводу уже не расстраивается. Это просто после тяжелого перелета, длительного, очень длительного, это такая эмоциональная встряска. Спасибо огромное ребятам. А вообще классику любите? Обожаю. Именно в точку. Это самое любимое. Самое высшее место. Одноклассницам Наташи и Насте, несмотря на то, что в Германию они летят большой компанией, ждать назначенного рейса было скучно. Но после так называемого флешмоба, устроенного пермским оркестром, настроение заметно поднялось. Мне очень понравилось вообще просто. Неожиданно. Очень неожиданно, очень красиво. Очень хорошо играли. И впечатляюще. Особенно дирижер. Дирижер действительно был на высоте. Свою необыкновенную эмоциональность и приподнятое настроение он передавал не только всем 60 музыкантам оркестра, но и зрителям. Энергия аэропорта располагает, чтобы быть активным. Здесь много всего происходит. Честно сказать, условия понравились, потому что, когда ты выходишь в концертный зал, ты знаешь, что будет. Ты знаешь, какая публика приходит. Когда ты приходишь в такую площадку, как здесь, ты не знаешь, что будет. Ты знаешь, как будет играть оркестр, но не знаешь, кто будет слушать и во что это все превратится. Мини-концерт прошел в рамках проекта «Золотая маска в городе», посвященное 20-летию театрального фестиваля. В честь юбилея организаторы дарили москвичам и гостям города самое дорогое, что у них есть – театр. Это целая серия событий, где в разных самых неожиданных точках, наверное, аэропорт Шереметьев самый неожиданный из всех неожиданных. Мы уже неожиданно читали стихи в парке Горького. Мы уже неожиданно показывали детский спектакль в семейном кафе. Мы делали фрагмент читки в «Московском доме книги». Еще будет в «Университете дружбы народа» в российском, в «Рудене» фрагмент спектакля танцевального «Танцевать будем». И будет еще фрагмент спектакля в нескольких кафе. Реакция зрителей, признается руководитель проекта Екатерина Хромова, всегда одинаковая. Положительные эмоции и слова благодарности. А это значит, что российские театры, которые мы представляем, настоящие, высокопрофессиональные и, главное, общедоступные. Наталья Лопатина, Дмитрий Жуков, Александр Михайлов, Михаил Жуков, телекомпания «Лобня».